Я искренне верю, что мы живем в эпоху силы. Скажите, сила. Это то время, когда Бог проявит себя через нас, показав свою силу. Показав свою силу через нас. Давайте разберемся. Многие люди по-разному представляют себе эту силу. Говоря о силе, мы имеем в виду способность добиться результата. Сила — это способность добиться результата. Давайте откроем 1 Коринфянам, 4 главу, 20 стих, и прочитаем его вместе вслух. Готовы? Читаем. «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». В расширенном переводе написано, «Ибо Царство Божье строится и опирается не на слова, а на силу, нравственность и духовность». Он говорит, что Царство Божье — это не просто слова, а прежде всего — сила. Царство Божье — это не просто воскресная проповедь. «Ибо Царство Божье — это конкретные, осязаемые результаты». Применение законов Царства Божьего приносит результаты. Скажите, «Результат» — это не просто слова, а результат. «Вы увидите результаты в своей жизни». «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». Давайте откроем 1 Коринфянам, 2 главу, 4 стих. 1 Коринфянам, 2, 4. Послушайте, что апостол Павел говорит на эту тему. Царство Божье приносит конкретные плоды. 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах». Слово «убедительный» очень точно передает первоначальный смысл. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Какие потрясающие слова! Послушайте расширенный перевод. «Чтобы моя проповедь заключалась не в убедительных, благовидных и приятных словах человеческой мудрости, но в проявлениях Святого Духа». Понимаете, о чем он? Все дело не только в хороших проповедях, не только в умении зажечь церковь, чтобы все были под впечатлением от нашего красноречия. Он говорит, «Но в проявлениях Святого Духа и силы, подтвержденных Духом и силой Божьей, действующей во мне, и пробуждающей в умах моих слушателей святые желания и побуждения». Павел говорит, что пришел не с пустыми словами, а с тем, чтобы увидеть проявление Святого Духа и показать вам... Аллилуйя! Помните, в младших классах был такой предмет? «Покажи и расскажи». Он говорит, «Я покажу и расскажу. Я покажу вам Божью силу и расскажу. Я не буду проповедовать, чтобы вы похлопали, но когда я закончу, вам захочется, а Святой Дух этому посодействует, увидеть проявление этой силы. Это время пришло. В Библии содержится пророчество о дне его силы. И я верю, что этот день уже наступил». Бог будет делать что-то, чего никогда не делал. Вам предстоит пройти, пережить, увидеть и сделать что-то такое, о чем вы читали в Библии, но чего никогда не видели. Когда Иегова восстанет во всей своей силе, и люди увидят, что Бог благословляет служащих Ему. Как? Когда у них на глазах вы будете не просто проповедовать, но через вас Он проявит Свою силу в жизни людей. И тогда, пережив это, они узнают, что Бог живой. Но для этого нужны люди. Люди, которые не боятся людей. Те, кто не боится выделяться и остаться один. Те, кто готов молиться за людей прямо, прямо в магазине. Те, кто готов слушать голос Духа, исполняет то, что Он скажет, и не думая о том, что о них подумают, если они это сделают. Бог ищет фанатичных христиан, тех, кто не боится проповедовать в ресторане, возлагая на них руки и поднимая их, когда они упадут на пол. Настало время показать этому миру Божью силу, чтобы они знали, что это не просто красивые слова, а что нам есть, что показать. Да и аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Царство Божье, послушайте, Царство Божье, это не просто... Послушайте меня внимательно. Царство Божье, это не столько посещение церкви. Хотя, почему не столько? Это не посещение церкви, не молитва, не пост, не десятина и не домашние группы. Что ты такое говоришь? Поймите, если во всем этом нет силы, это ничего не значит. Если посещение церкви не приносит результатов, если молитва не приносит результатов, если пост не приносит результатов, если десятина не приносит результатов, и если домашние группы не приносят результатов, если во всем этом нет силы, зачем мы это делаем? Смотрите, во что мы превратились. Мы превратились в скопище религиозных деятелей, когда много движений, а никаких достижений. По мне, так какой смысл что-то делать, если нет результатов? Зачем молиться, если нет результатов? Зачем давать десятину, если нет результатов? Но находятся люди, которые, не видя результата, делают это просто потому, что им так сказали. Братья и сестры, я помню, как однажды я сказал Богу, если это работает, докажи, и я буду это делать. Но я не буду тратить время на что-то, что не приносит результатов. А зачем я потратил на это 30 лет жизни? Потому что я вижу результат. Слишком поздно. Посещение церкви дало результат. Десятина дала результат. Слава Богу. Молитва и пост дали результат. А когда результата нет, я знаю, что нужно что-то менять, чтобы это исправить. Вы скажете, я молюсь не ради результата. А зачем тогда? Я молюсь не потому, что хочу избежать ада, а я не хочу в ад. И если молитва поможет мне его избежать, я буду молиться, потому что результат очевиден. А где же сила? Где же сила? Я не хочу стать вегетарианцем и оставаться толстым. Жажда силы. Результат — это то, что меня мотивирует. Когда я знаю, что мои молитвы слышит Бог. Когда я начинаю молиться и застреваю в самом начале. Когда я славлю Бога. А я даже еще не сказал, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Я просто славлю Его. Просто славлю. Буквально на прошлой неделе у меня была такая ситуация, когда я сказал, я должен славить Бога. Боже, я буду славить Тебя. Прошел час, другой. Я буду славить Тебя. Еще не все. Я буду славить Тебя. Вспоминая все то, что Ты для меня сделал. До сегодняшнего дня. Бывает, Бог что-то делает, а мы продолжаем переживать по этому поводу. Хотя Он все уже сделал. Во-первых, покайтесь. А потом славьте Его. Ключевое слово – результат. Проблема в том, что иногда результат становится для христиан полной неожиданностью. Они настолько увлеклись своей религиозной деятельностью, своими ритуалами, что даже не ожидают. Ожидание является питательной средой для чуда. А если ожидание потеряно, Вы потеряли важнейшую составляющую, отвечающую за результат. Я ожидаю ответ на свою молитву. Ожидаю, что десятина принесет мне благословение. Что пост послужит пропуском в сверхъестественное. Что посещение церкви благотворно отразится на моей жизни. Важно не потерять ожидания. В третьей главе «Деяний» мы читаем историю о храмом человеке, который лежал у красных ворот храма. Когда мимо проходил Петр с Иоанном, написано, что он смотрел на них, надеясь получить что-нибудь. Не допустите того, чтобы эта задержка, это не отказ, а просто задержка. Чтобы эта задержка не отказ, а просто задержка. Чтобы эта задержка, это не отказ, это просто задержка. Вы спросите, «Ну когда же, когда это наконец произойдет?» Это не отказ, это просто задержка. Не дайте этой задержке украсть ваши ожидания, когда вы уже ни на что не надеетесь, потому что ничего не произошло. Что толку ждать, если ничего не происходит? А потом вы идете в церковь, думая, что что-то может случиться. Не хочу вас расстраивать, но если вы пришли без ожидания, ничего не будет. Я пришел с ожиданием, с надеждой на то, что кто-то получит откровение и изменится. Кто-то должен измениться. Чтобы мы могли засвидетельствовать Божью силу. Какой смысл проповедовать, если никто не изменится? С таким же успехом я могу проповедовать вдохновляющие проповеди. Но вдохновение не всегда приносит результат. Это не то, чего я хочу. Я люблю вдохновлять людей, но я хочу чего-то большего. Хорошо, если мне удастся вас вдохновить, но еще лучше, если вернувшись, вы скажете, я вижу результат. Я вижу результат. Я молился. Я молился и получил ответ. Я постился, и что-то произошло. Я возложил на него руки, и он исцелился. Я вижу результат. Аминь. Давайте поднимем руки и скажем. Небесный Отец, я пришел сегодня с ожиданием увидеть результат. Вот о чем я. Ожидайте этого. Ожидайте этого. Вот что он имеет в виду, говоря, что Царство Божье — это не просто красивые слова. Мы пришли с ожиданием. Интересно, что было бы, если бы люди каждый раз приходили в церковь с ожиданием. С ожиданием, потому что Царство Божье не в слове, а в силе. В силе. Аллилуйя. В проявлениях нет ничего плохого. В духовных проявлениях нет ничего плохого. В духовных проявлениях нет ничего плохого. Когда я проповедую, я хочу увидеть результат. Вы же хотите увидеть это в своей церкви? Когда на нас будут косо смотреть только потому, что мы верим в духовные проявления. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. А что вы скажете, когда к вам придет человек без ног, и у вас на глазах встанет и пойдет? Как вам такой поворот? А что, если на похоронах некого станет хоронить? Как вам такое? Ведь если он делал это тогда, почему бы не сделать сейчас? Вы скажете, а что же он до сих пор этого не делал? Дело в том, что не он не делал, а его об этом не просили. Дальше. Луки 10 глава. Скажите, сила. Луки 10 глава. 19 стих. Аллилуйя. Слава Богу. Бог отвечает на молитвы. Вы слышите? Бог дает свободу от долгов. Бог дает работу. У него есть выход из любой безвыходной ситуации. Бог приходит и делает невозможное. Бог живой. Бог живой. И Он хочет показать Своё Слово в нашей жизни. Луки 10, 19. Давайте прочитаем вслух. Готовы? Читаем. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. И ничто». В расширенном переводе написано «Все даю вам власть и силу». Послушайте, в прошлый раз мы узнали, что силы и власть взаимосвязаны. Покажите мне человека, наделенного властью, который бы ее не использовал. Как только полицейский надевает форму и начинает регулировать движение, отныне он является законным представителем власти штата Джорджия, что подтверждает его форма и его значок. И теперь у него есть власть. Но помимо власти, у него есть еще и возможность ее использовать. Когда он стоит на перекрестке, на него может нестись огромный грузовик. Но у него есть власть и возможность воспользоваться этой властью. Стоит ему поднять руку, и движение замирает. Но стоит ему снять форму и значок и встать посреди дороги, как его кто-нибудь допереедет. И я уже не воспринимаю его как человека при исполнении. Что это за чудак? Тут размахивает руками и бросается под колеса. Послушайте, кто из вас верит, что Бог всемогущий дал вам власть? Мы читаем об этом в книге Бытие, где написано, что Он дал нам власть и силу над всем творением, над всей землей. У нас есть власть. Но послушайте, что толку иметь власть, если я ее не использую? Вы – исполнительная власть небес. По сути, власть – это право приказать. Право приказать. Право приказать. Право распоряжаться. Скажи, я имею право. Распоряжаться. И воспользоваться властью на земле. Дальше. В Библии сказано, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. А что свяжете на земле, будет связано и на небесах. Также в Библии сказано, сегодня я даю тебе благословение и проклятие. Выбирай. Мы можем сказать горе – подвинься, и она подвинется. Власть верующего в его устах. Власть верующего в его языке. Подумать только, сколько раз мы не использовали ту власть, которую имеем, предпочитая промолчать. Потому что нам трудно поверить, что посмотрите на меня. Кто я такой? А вот тут-то вы и ошибаетесь. Вы наделены властью. Вы – авторизированный дилер Божьего помазания. Слава Богу. Я вспоминаю один случай, когда корабль попал в зону цунами. На корабле был христианин. Когда началось цунами, он повернулся, поднял руки и, обращаясь к этому цунами, сказал, «Во имя Иисуса он использовал». Послушайте, он находился на волосок от смерти. Он мог либо использовать свою власть, либо сидеть и ждать смерти, а попав на небеса, услышать от ангелов, «А ты что здесь делаешь?» Ты мог приказать. У тебя было это право. У тебя есть власть над цунами, над землетрясением, над штормом, но ты ее не использовал. Вы думаете, «Ну так ведь то Иисус, а то я». Но Он уполномочил вас от Своего имени. Он дал вам свое имя, чтобы никто не сказал, что это вы. Им мы живем и движемся и существуем и имеем власть сказать, «Остановись! Уйди!» «Нет! Когда все против вас, я победитель! Я не знаю как, но я побеждаю! Я высвобождаю эту силу! Я побеждаю! Да не будет этого! Все наладится! Все будет хорошо! Все будет в порядке! Все будет отлично! И пусть кому-то покажется, что вы зря теряете время! Они же не знают, что вы только что сделали! Или продолжайте сидеть, молчать и ничего не делать, своим языком наделяя врага силой и лишая силы себя! Выбор за вами! Выбирайте! Кому-то это может показаться слабостью, пока они не увидят результат! Настоящая сила приносит результат! Она приносит результат! Это не шоу! Это результат! Это результат! Вокруг столько проповедников, столько хороших проповедей! А есть ли от них толк? Аллилуйя! Скажите, ничего! Не бывает просто так! Еще раз! Ничего! Не бывает просто так! Еще раз! Ничего! Не бывает просто так! Запомните раз и навсегда, ничего не будет, если просто сидеть и ждать! Для этого кому-то нужно что-то сделать! А если ничего не происходит, почему бы мне не начать что-то делать? Я не могу себе позволить потерпеть поражение, прежде чем перейти в наступление! Я буду наступать, чтобы когда поражение подступит, оно отступило! Мне некогда болеть, чтобы исцелиться! Я скажу, я исцелен, чтобы когда болезнь подступит, она наткнулась на такого, кто знает свою власть! И отступила! Мне некогда жить в нищете и нужде! Даже оставшись без копейки в кармане, я буду говорить, я богат, я ни в чем не нуждаюсь! В Библии сказано, нищий скажет, я богат! Слабый скажет, я силен! Аминь! Дальше! Давайте откроем Иоанна и все-таки продолжим! Пришло время узнать истину и понять свою власть! Понять свое призвание и силу! Стать теми людьми! Заметьте, это не кто-то один, нас здесь много, через кого Бог покажет всем вокруг, что Божье Слово живо и действенно! Это должно случиться! Это уже случилось! И так будет продолжаться! Церковь не может предстать перед Богом больной, нищей, разочарованной, погрязшей в депрессии и бесконечных заботах, чтобы сказать, Иисус, ну, наконец-то, ты пришел! Что так долго, Господи, скорее забери меня отсюда, измени меня! Нам должно быть так хорошо, чтобы, когда Он придет, мы сказали, подожди минутку! Аллилуйя! Аллилуйя! Скажите, сила! Используйте свою власть. Скажите, я знаю, что тебе нужно, но ты ничего не сможешь со мной сделать, потому что я тебя не боюсь. Я тебя не боюсь, убирайся из моей жизни, отойди от моих детей. Я применяю свою власть против тебя. Я провозглашаю успех в моей жизни. Кому-то может показаться, что вы терпите поражение, но это не по адресу. Поражение стучится в дверь, но оно ошиблась адресом. Я побеждаю. Как бы там ни было, я побеждаю. Я всегда побеждаю. Представьте, вы проснулись и тут же начинаете говорить, я побеждаю. Как дела? Я побеждаю. Как самочувствие? Я побеждаю. Я побеждаю, слава Богу. А знаете, что Бог любит делать? Он обожает показывать всем, как вы живете у себя дома. Вы победитель. Да, но знаешь, что я наделал? Не важно, вы победитель. А знаешь, что со мной случилось? Вы победитель. Да, но я опять сорвался. Вы победитель. используйте свою власть. Покажите Божью силу. Это вызывает живой интерес. Грядет возрождение. Есть разница между возрождением и пробуждением. Христиане, кто-то говорит, им нужно возрождение, но вы уже рождены. Вы были рождены, когда покаялись. Вы уже рождены. А если вы рождены, вам не нужно возрождение. Да, но мы все грешим. Ну, покайтесь. Покайтесь. Хорошо? При этом некоторым из тех, кто уже был рожден, нужно заново пережить Божью любовь, осознать свою власть, прикоснуться к Божьей силе. Но есть и те, кто нуждается в возрождении. Кого настигнет возрождение? Когда люди поймут, какой хаос творится в человеческой жизни. Почему мы и нуждаемся в спасении? Почему нам необходимо новое рождение? А как же те верующие, кто ходят в церковь? Вам не нужно возрождение. Вас просто нужно хорошенько встряхнуть. Когда вы поймете что-то, чего так долго не могли понять, я верю, что нас ждет великое пробуждение. Почему я так считаю? Потому что сатана изо всех сил этому противится, стараясь этому помешать. Изо всех сил. Но Богу ничего не стоит это изменить. Он способен в один миг освободить человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok